Друзья, игромания выехала на Тайвань, на ежегодный Чампу Текс. Выставка откроется только завтра, но уже сейчас у нас есть куча новостей. Вчера, 4 мая, состоялась презентация Asus ROG, на которой компания показала массу новинок, начиная с роутера Rapture GTX 1100, который поддерживает 10 гигабитный UEFI 802.11, и заканчивая игровым телефоном ROG Pony. С него и начнем. Формально это довольно привычный флагман. Внутри, топовый Snapdragon. 845, 8 гигабайт оперативки, до 512 гигабайт памяти и 6-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2160х1080. Знакомо? Подождите, дело в деталях и оснастке. Во-первых, процессоры для ROG Pony отборные и разогнаны до 2,96 ггц. Против 2,8 ггц у стандартных версий. Во-вторых, экран держит частоту к 90 ггц, что для AMOLED сегодня рекорд. Время отклика у него 1 мс и есть поддержка HDR. Для тех, кто сейчас вспомнил Razer Pony с матрицей на 122C, отметим, время отклика у нее куда больше. Ну и в-третьих, Asus добавила кучу игровых фишек. Начнем с того, что на одной. Из боковых грани появились скрытые кнопки с ультразвуковым сенсором. Стоят они аккурат под указательными пальцами, как обычные кульки, и на них можно назначить любое действие с экрана, к примеру, перезарядки. Стрельбу. Дальше, порт для зарядки перенесли на центр боковой грани, чтобы во время игры не мешались проводов. В комплекте же с аппаратом идет активная система охлаждения, которая похожа на небольшой. Редусы встроены в вентилятором. Зачем? Чтобы телефон не так сильно грелся во время игры. Для этого же, кстати, фирменную зарядку Asus и Pierre Charly научили во время игры немного скидывать мощность заряда. Чтобы не перегревать телефон, собираются вместе с RockPony продавать и несколько необычных аксессуаров. Так, к примеру, уже анонсировали Кредл геймпад с парой джойстиков и привычными кнопками. Еще один Кредл может превратить телефон в подобие Nintendo 3DS. Собственно, это небольшая коробочка с дополнительным дисплеем под большими пальцами. Вставляешь в нее телефон, и получаешь двоехранную игровую систему. Какие игры будут это поддерживать? На презентации был показан клон пункт. На верхнем экране он отображает основную геймплей. На нижнем – карту. Найти в магазинах можно будет и целую россип блок-станции. Самая простая – для компьютера. Подключаешь. Ее фауст. Вставляя в телефон, и вместе с зарядкой получаешь на экране всю основную информацию по своей системе. Текущие температуры, напряжение и скорости вентиляторов. Еще одна док-станция – небольшая коробочка S. Выходами на дмей и USB. С ее помощью можно превратить рок-пони в мини-компьютер. То есть подключить к нему мониторы, мышку, клавиатуру. Ну и наконец, третья док-станция – для любителей играть в андроид-игры. На большом телевизоре. Это небольшой дангл-ц выходом на дмей и встроенным модулем Wi-Fi 802.11. Приятно, что при таком наборе функций телефон оказался еще и очень эргономичным в плане дизайна. Фон. Цитовой палитрион близок к старшим игровым ноутбукам ROG, а на заднюю крышку ему вывели логотип ROG со встроенной RGB-подсветкой, управляемой по знакомой по материнским платам и видеокартам схеме URO. В жизни выглядит. Очень круто, только, на наш вкус, логотип лучше бы поместили в вертикальной ориентации. Сколько будет стоить новый телефон и почем будут продавать аксессуары, пока не знаю. Но что касается телефона. То, на наш вкус, его оценят примерно в 50-60 тысяч рублей. Что для топового аппарата, да еще и с кучей необычных фишек, вполне справедливо. О сроках выхода пока ничего не сообщается. Но, скорее всего, увидим мы этот аппарат ближе к осени. Помимо телефона Asus неожиданно представила собственные системы жидкостного охлаждения и блок питания ТОР. По-последнему пока ничего интересного сказать нет. Может. Известно только, что он необычно выглядит. Будет выдавать 1200 Вт, а на встроенном дисплее будет отображаться текущее энергопотребление системы. По какой схеме устроен БП, пока не знаем. Но Asus обещает, что с перегревом проблем не будет. Что же касается жидкостных систем охлаждения, то они выглядят не менее эффектно, чем БП. Яркая RGB-подсветка и встроенный прямо в пункт уже К-дисплей Леви-Даш, на котором. Будет ли водиться текущая температура процессора? Пока Asus показала две модели Жон, Рюин на 240 и 360 мм и младшую Рюин на 240 и 120 мм. О ценах пока ничего нет. Сообщается. Естественно, на Роук-Ивенте сообщили и о выпуске игровых ноутбуков с матрицами на 144 ГЦ, тонкими рамками и на базе свежих ЧОФ и ЛАКЕ. О них мы расскажем, когда откроется основная выставка и... Мы сможем лично их пощупать без огромной толпы людей. На этом пока все. Оставайтесь на связи. Субтитры сделал DimaTorzok